В этом мире не насилие, не первый раз мы сотрудничаем уже несколько лет и будем надеяться, что общая внутренняя обстановка позволит нам и дальше сотрудничать. Поэтому я вас всех приветствую и с удовольствием предоставляю слово ведущему вечеру, Чиворзиеву, Бараху Ахмедовичу. Он ведет этот замечательный вечер. Здравствуйте, салам алейкум, шалам алейкин. Я очень рад вас приветствовать и спасибо хозяевам за то, что нам предоставили помещение. Спасибо гостям, что пришли вместе с нами вспомнить эту трагическую дату в жизни наших народов чеченцев и мишей. На примере наших народов мы постараемся проследить судьбу всех депортированных народов. У нас в стране их было очень много. Общее количество повышает 2 миллиона. Общая численность депортированных народов тоже где-то по разным источникам до 40 доходит. Но у меня здесь, к сожалению, те, которые должны были выступать в первую очередь, они отсутствуют. Поэтому я предоставлю слово Гордину Якову Аркадьевичу, историку-публицисту, редактору литературного журнала «Звезда», который раскроет тему, изложит ее, скажем, со стороны, потому что я могу говорить о ней. Ну, конечно. Спасибо. Спасибо. Это выступать первым – это большая честь. Можно объяснить разве что тем, что я старше всех присутствующих. Когда я бываю на Кавказе, то мой возраст, я, так сказать, с удовольствием ощущаю его преимущества. Вы знаете, я, честно говоря, в некотором затруднении, потому что, ну что ж, теоретизировать на тему одной из самых страшных человеческих трагедий как-то не приходится. Все все знают, все понимают. Это были одни из самых действительно отвратительных преступлений сталинского режима. Никакого оправдания нет. Там есть какие-то объяснения, но нет оправдания. Я вот знаю, что я буду здесь. Вообще я довольно долго уже занимаюсь российско-кавказской историей. Ну, правда, более ранней, 18-19 века. Но могу с достаточной уверенностью сказать, что история взаимоотношений России и Кавказа, история, как это называлось, замерения Кавказа, это фактически энциклопедия ошибок. Ошибок, не учтенных по сей упору. И с этим мы живем уже, увы, не первое столетие. Ну, мы должны, так сказать, трезво осознавать, что, скажем, уже в советское время не буду останавливаться на всей сложности ситуации на Кавказе, там, вот, в период гражданской войны, сразу после нее, но надо осознавать, что ситуация была достаточно сложной и тяжелой. Мы знаем о массовых восстаниях в Чечне в 20-е годы, которые подавлялись войсковыми операциями с артиллерией и авиацией. И, естественно, этим восстаниям были свои причины, так же, как восстания в Чечне, там, в 19 веке. Но, вот как это ни странно может прозвучать, Великая Отечественная война, на исходе которой, собственно, и произошли эти депортации, о которых мы сегодня вспоминаем, нормальной, нормальной человеческой власти дала бы очень большие возможности. Потому что, потому что, десятки тысяч чеченцев и ингушей воевали на фронтах Отечественной войны, воевали прекрасно. И если бы эти люди, которые уже ощутили, так сказать, братство, боевое, настоящее боевое братство, а для людей Кавказа это чрезвычайно важный элемент, испокон века, то это была бы та общественность, на которую власть могла бы опираться, для того, чтобы, если бы это была нормальная человеческая власть, повторяю, для того, чтобы сделать нормальные человеческие взаимоотношения Кавказа и России. Как мы знаем, власть пошла совершенно другим путем. Вместо того, чтобы опереться на этих людей, их отправляли, несмотря на то, что они героически вели себя, их отправляли ссылки, совершенно так же, как детей, стариков и женщин, которых дивизия НКВД высылали, ну, известно куда, Казахстан, Среди Азии и так далее. И что было по дороге, тоже всем прекрасно известно. Это была одна из таких фундаментальных ошибок Вот у известного, наверное, всем политика, очень хитроумного и острого человека, Толерана, была такая известная формула, это хуже, чем преступление, это ошибка. Но здесь это было и преступление, и ошибка. Но действительно, это было хуже, чем просто преступление. Потому что это заложило новый этап этих трагических сложностей в взаимоотношении России и Кавказа. Я повторяю, что теоретизировать на тему трагедии такого масштаба не приходится. И, как я понимаю, сегодня, сегодняшний вечер посвящен, ну, скорее, культуре, чем политике. И это совершенно правильно. Потому что это главная сфера, в которой происходит вообще примирение, понимание друг друга разных народов и разных традиций, разных культур. Поэтому я позволю себе просто поблагодарить всех за то, что мне дано было слово и пожелать, чтобы наш сегодняшний вечер прошел культурно. Спасибо. Разбил Хавапа, готовил нам историческую справку, чтобы те, которые не владеют предметом, они могли вкратце ознакомиться, в чем, как это происходило. Видео, которое, считаю, очень важным, вспомнить это материал, который транслировался в заседании Верховного Совета, высшего органа власти страны. И как государство признало тогда, что все, что происходило, это было незаконным, что это было преступным, все эти акции были преступными, репрессивными. И потом, уже по ходу вечера, мы сможем продемонстрировать, что происходило уже после признания преступным. то, что было с 44-го года, то есть депортацию. Ну, я сейчас включаю это. Слово предоставляется товарищу Кугультинуу Давиду Никитичу. Товарищи, мне 67 лет. Трудовой стаж мой составляет 72 года. Как могло так случиться? Годы пребывания на фронте и в тюрьмах, и лагерях, согласно проекта закона пенсионного, засчитываются год за три. Поэтому мой трудовой стаж на 5 лет больше моего возраста. Я у вас прошу по минуте за каждый год, который я провел в тюрьмах и лагерях. Это составит 13 минут, ибо я буду говорить о вещах весьма серьезных. Я прежде всего хочу сказать, само название декларации меня не устраивает, что-то протестует во мне. Что значит полная политическая реабилитация насильственно переселенных народов? Политическая. Разве можно реабилитировать того, кто политически мыслит не так, как ты? Разве можно наказывать или реабилитировать за то, что ты принадлежишь и веруешь в другую политическую систему при нашем плюрализме? Я думаю, здесь есть какой-то нонсенс. Я против слова политическая реабилитация, ибо есть кроме политической и правовая, и юридическая, и прочие-прочие аспекты реабилитации. И потому, исключив слово политическое, я думаю, что нам надо сделать декларацию о полной реабилитации и так далее, как в тексте. Иначе, ставя акцент на слово политической, мы все другие аспекты как-то отводим в сторону. Но этого делать по отношению к народам, которые пережили такое, нельзя. И вообще распространять какие-то человеческие правовые аспекты на все нечеловеческие звериные деяния нельзя. Поэтому этот вопрос давайте будем рассматривать с этой точки зрения, с точки зрения полной реабилитации по всем аспектам народов, насильственно угнанных. В ссылку и далее. Я думаю, что здесь надо обязательно добавить слово не только насильственно переселенных, но и подвергшихся геноциду, ибо такое слово существует в международной практике. Слово геноцид означает уничтожение, физическое истребление народов или группы. Когда калмыков, народ, который жил испоконников на юге, сослали и разбросали от Урала до Петропавловска на Камчатке, когда разослали их на берега Северного моря, народ был обречен на уничтожение. Но народ выжил. Выжил потому, что вопреки воле тех, которые совершали этот вандализм, это зверство, там были люди, там были народы, там были русские, казахи, киргизы, узбеки, которые не дали вымереть насильственно угнанным, переселенным народом. И я хочу сказать великое спасибо великому русскому народу, казахскому народу, киргизскому народу, узбекскому народу, всем народам, ибо народы мудры, народы благородны, народы всегда честнее своих паршивых, мерзких правительств. И потому я эти слова благодарности хочу сказать от всей души и, может быть, от имени всех народов. И та декларация, которую мы будем сейчас принимать, действительно имеет огромное политическое значение предъявляемо предъявляемо всего мира. Далее, нельзя реабилитировать народы, которые несли ответственность только за то, что они народы. Только за то, что ты калмык, только за то, что ты чеченец, за то, что ты ингуш, за это быть наказанным и реабилитированным, ведь это все равно, что реабилитировать расстрелянных евреев за то, что они евреи. Здесь идет обсуждение законопроекта о реабилитации репрессивных народов. То есть, группа депутатов, особенно большую роль играла здесь депутат, чем решить, они вынесли законопроект, Верховный Совет, тогда на тот момент ДОССР, о том, чтобы все народы были, безусловно, реабилитированы. К сожалению, такие Магомед, которые непосредственно были жертвой депортации в возрасте, в 10-летнем возрасте, он сам подверг депортацию, он, к сожалению, заболел, и его воспоминания мы сегодня услышать не сможем, но у нас есть люди более молодого поколения, которые родились, чеченцы, ингуши, которые родились в Казахстане и в Киргизе, то есть, именно в тех регионах, куда наши народы и ссылались. Я хочу предоставить слово Султану Абраеву, это наш художник, член Союза художников в Санкт-Петербурге. Почему не? Еще есть? Предоставим ему прибыль, а он первый, а в следующем отец, Можно вас попросить? Уважаемые друзья, любовная обитель не раз нас всех собирает как по разным трагическим событиям, которые переживаем. Спасибо всем, что вы пришли. Собственно говоря, сегодня было произведено слово «культура», как я представляю в области художников. И на протяжении длительного времени до начала перестройки нам, будучи студентом Академии художеств, было запрещено писать на мотивы, связанные с этим тормящим ссылкой из своих проектов и проектов. В период моей защиты я, конечно, хотел, я подавал несколько эскизов, чтобы не разрешили писать на эту тему, не было отказано, но как только наступил период подлинной перестройки, наверное, после речей автора, который очень красиво выступил, было позволено писать и на эти темы тоже. Тут сразу родилась картина вот Юшаева, где она? и картина моего брата. И они были отмечены Лёми. Мы с Лечи не могли, мы в один год просто покусались. Так что все сразу начали писать. после нас потом разрешено писать по поводу этих картина. Сейчас опять замкнули, она ушла внутрь себя и кажется, сегодняшние власти нам предлагают забыть еще по новой забыть. Верено забыть. Здешней власти и власти еще? По всей стране. Верено забыть, потому что она табуирована, ее нельзя раскачивать. Мы сегодня собрались не с тем, чтобы создать лишний раз об этом шумифу, надо об этом говорить только потому, что история знает такие моменты, когда не вовремя не отмечены, не пережитые трагедии, она уже имеет практику подвращения. Об этом не было, даже надо говорить. Всем вам спасибо. Наверное, мы все не хотели быть в этой участи в повторении вот этих вещей в нашей стране. Я вот искренне не пожелал бы ни одному народу того, такого страшного, такой страшной трагедии, которую мы пережили. Подумать только, каждый человек, каждый второй не вернулся. Вот в моей семье, допустим, их было 10 братьев и не моего отца. Три сестры, отец и мать. Причем двое старших моих дядь уже получается они не братья двое отца воевали. на белорусских фронтах они даже встречались об этом отец рассказывал. Они были накануне высылки, были возвращены, сняты с фронтов, возвращены на родину с тем, чтобы потом быть высыл. на мой взгляд, мы не говорим об одном мы любим можем говорить о предполагаемом преступлении чеченцев, а если вот так по факту суммировать все, что происходило, на самом деле это было преступление и предательство властей того периода. Об этом никто не говорит. я считаю, что когда-нибудь мы должны вот это преступление консенсировать не просто как высылки, а как предательство той власти, которая была перед своим народом. Наверное, это мне так нужно. Спасибо. Действительно, у нас до сих пор, не знаю, жив ли они сейчас, но у нас до сих пор есть старики, чеченцы и гуши, которые в 45-м году они были интернированы в Норвегии как члены регионов так называемой Лассейской Альмии. Их было там 200 чеченцев, 200 гушей. И многие из них вот из этих интернированы это были защитники Брестской крепости. Самое интересное, то есть это были люди, которых в свое время бросили в Брестской крепости и они защищались и потом раненые или контуженные попали в плен и вот таким образом вот такая у них судьба вот такие зигзаги, то есть имела судьба. Конечно, кого можно считать здесь предателем? Людей, которые воевали в Брестской крепости или тех, которые со скоростью достойно иного применения они в сторону Востока драпали, бросая оружие, боеприпасы. Или даже если взять нашего верховного главнокомандующего, то судя по его логике, по которой он расстреливал людей, попавших в плен, объявлял их негражданами Советского Союза, то он сам должен был попасть в эту категорию, потому что его родной сын, старший лейтенант Джугашвили, Яков, также командир артиллерийской батареи, также попал в плен, но тем не менее Сталин в себе не применял те лекалы, ту матрицу, которую он применял простым гражданам Советского Союза. Поэтому здесь действительно Султан говорит, имеются все признаки того, что на тот момент власть она предалась, народ бросила людей. На оккупированной территории жило около 80 миллионов граждан Советского Союза и жили они очень долго на этой территории под властью немцев, в том числе на прожитете. звоню попозже, можно? Мы недавно только отмечали снятие полного освобождения Ленинграда от Варката, это тоже был декабрь-январь 44-го года, то есть почти уже дело шло к окончанию войны, а немцы до сих пор находились непосредственно в лидерстве Ленинграда. И люди были вынуждены жить под властью немцев, под властью захватчиков. Я хотел бы дать слово так же родилась в Казахстане Зайнаппу. Скажешь, да, выходи. К сожалению, мы потеряли нашего товарища, супруга Зайнаппу. Он тоже художник наш, известный художник, заслуженный художник Гушетти, также был членом Совета художников Санкт-Петербурга. Никак не предполагала выступать, но так как Хава Хазбеева настояла, и один очень интересный есть эпизод в жизни моего мужа, который тоже связан с репортацией, именно из-за этого эпизода, можно сказать, я только согласилась. Но история моего народа, она так устроена, что мы каждые 50 лет вынуждены по крупицам собирать свою историю, свою культуру, этнографию. Она уничтожалась почти до неузнаваемости, и это продолжается до сих пор. мой муж, это Ассоев Даур Османович, вот это его работа, она написана в 93-м году, после событий трагических 92-го года, которые, в принципе, вытекают из событий депортации. как известно, в 92-м году состоялись очень страшные события, когда больше 70-ти тысяч человек были депортированы из своих домов, в принципе, можно сказать, спасаясь из-под обстрела, ночью людей вывозили, создавали такую специальную панику, чтобы они покидали свои дома, вот мои личные родители выезжали, чтобы на утро вернуться, а потом шла сзади миссия, которая просто поджигала эти дома, и некуда было возвращаться даже. Вот такие трагические события, которые проходили не один раз с нами, и вот идея этой картины у Дауда, как у художника, она родилась вот как раз после этих событий, она символизирует как раз 44-й год, 73-й тоже события были, вы знаете, 92-й год, и как раз после этих событий стал вопрос о создании республики, которой на тот момент не было, так как была Чеченая Ингушетия, вы знаете, она развалилась, а автономной Ингушетии республики не было, и вот она была открыта в 92-м году, вот, возрождающаяся молодая республика, вот, и сохраняя историю и традиции, народ будет возрождаться, и вот такая вот символическая работа. У Дауда есть еще несколько работ на эту тему, он очень, эту тему всегда в своей душе особое отношение было у него, и даже когда он делал выставку тут в Этнографическом музее, цель его выставки была только, чтобы опять же на этой площадке сказать о трагедии своего народа, о его истории, и вообще все его творчество, оно связано с этим. Вот. А эпизод, который произошел в его жизни, он очень типичный, потому что очень много таких примеров рассказывает, но необычность его в том, что Даут в воле своей судьбы он с 18 лет здесь жил, попал в мастерскую художников, в которой было на тот момент, они ему родители родились, муж, женой Добровольская и Лебеди. И там какая-то нужна была помощь по ремонту этой мастерской, а та когда он там подрабатывал, и вот так вот он оказался. И вот эта Добровольская, она была из княжеских депортаций и сама родилась депортация. Ее родители были депортированы. И вот когда она узнала, что какой национальности дала, она рассказывала, рассказывала, что лично она, лично она своим, тем, что она живет на этом свете, тем, что она выжила, обязана ингушской семье, которая жила рядом, и вот эта ингушская женщина, она, к сожалению, не помнила ее имя, потому что она была маленькая, она говорит, когда она угощала своих детей, ну, давала, что она могла дать, пропитания же не было, там, какой-то жмых, там, не знаю, вот, кукурузную муку, она, говорит, что-то нам заворачивали вот в марлю и делали такие, как соски, и вот эти сосочки давали, давала она, говорит, своим детям, раздавала, и давала ее мне, никогда меня не отделяла, и говорила, вот, что вот у них где-то хватало в булку у семенина этого, он где-то там, поначалу где-то кусок хлеба добывал, на что не способен был мой отец, и мы голодали, в принципе, вот, вот такую она историю рассказала, и можно сказать, они очень сильно любили, да, относились к нему как к сыну, и она говорила, что она не завела детей, потому что она не хотела в этой системе растить детей, и из-за этих соображений не родила сама, вот, всячески опекала, помогала вот Дауду, был вот такой вот трогательный момент, вот, ну, в принципе, все, спасибо, педагоги, хотел бы дать слово нашему уважаемому Элифу, он у нас задержался, потому что он начальник, президент нашей организации, войнавский конгресс, который всегда получает все орехи, да, Добрый вечер, уважаемые друзья, спасибо, что вы пришли, на этот вечер поддержали нас, я хотел бы сказать, я представляю общественную организацию членов ингушетинга, он называется войнавский конгресс, вроде всего общественную организацию две, которые представляют членов ингушетинга, это войнавский конгресс, второй, это культурный центр ингушетинга, это торги, поэтому я один из представителей войнавского конгресса, поэтому я хотел бы сказать несколько слов, благодаря вам, что вы пришли, и второй момент, если неудобно, если вам не трудно, мы сегодня собрались на земле финнов карелов, они такие же депортированные, такие же потерпевшие, как и мы, я хотел бы, чтобы вы почтили память тех, погибших всех, финнов, русских, чеченцев, ингушевиков, корейцев, немцев, их было много, это вся наша страна, она была вся депортирована, давайте почтим память, спасибо большое, в ситуациях, приятно, но на сегодняшний день моему поколению ближе, грейка, и, наверное, чаще мы вспоминаем тех людей, которые погибли, и на устальность по депортации, потому что мы это помним вживую, мы помним участников, как у меня рассел, бабушка, бабушка каждую ночь рассказывала мне, как она там прожила, как она выехала, как ее вывели, с четырьмя с пятю детьми, отец детей умер, дед мой умер, за месяц, у них была одна телогрейка и все, ни кушать не дали, ничего не взяли, не разрушили, и они так вот выселили, так они доехали, а там они помнили, так вот, если мы собираемся на такие мероприятия, если мы это помним, наверное, мы с нами, если бы вот здесь чеченцы, муши, немцы, карелы, корейцы, все депортированные люди, которые должны помнить, мы поминаем их 23-го, если они поминают 8-го марта, карачаевцы, по-моему, много, и других, по разным датам, поэтому, это будет правильно, и мы будем помнить, что нас депортировали, но вопрос, за что, почему, в первую очередь, мы должны задать этот вопрос, к чему депортировали чеченцы, в чем причина, да, говорят, белого коня, там еще кого-то, ну, сказки разве, что думают, ну, это историки, там люди, которые знают, но, в принципе, депортация вот этих народов, перемещение, насилие над этими народами, это была ошибка, если будем говорить так, ошибка, преступная ошибка власти, той власти, которую мы выбирали, почему мы должны помнить это, почему мы должны говорить об этом, мы должны это помнить, говорить об этом, чтобы мы, выбирая нынешнюю власть, понимали, кого мы выбираем, для кого мы голосуем, чтобы мы не сидели, голодные, На пенсию сейчас тысячи рублей, я вижу, пенсионеры, они построили это государство, они воспитали этих детей, которые сегодня работают менеджерами, финансистами и прочими, прочими. Ну а пенсионеры, которые построили это государство, мощное государство, они сейчас не существуют. По-моему, мне кажется, наша власть не совсем ответственна о том, что к своим гражданам, а мы должны об этом говорить. Власть должна родиться своему народу, тем людям, на котором они сидят, на котором кормятся, более ответственно относительно. Спасибо вам за то, что вы пришли, за то, что поддержали. Спасибо. События, которые предшествовали населению, очень большим репрессиям у нас подверглась именно духовная часть нашего населения, это имамы, мулы. И вот Елена Зеленская прочитает нам рассказ, у нас есть такой Адмед Барахоев, его отец Усма Барахоев был в очень известном богословии в Ишифе, который обмечал молодых ребят, азан ислама, шариата, дело это подпольно, иногда под страхом расстрела. И вот тоже. Спасибо зачитать небольшой эпизод, да, как они спасали книги религиозные. Просто это когда мы год назад были в Ингушетии, мы в Чечне приехали на Дей в Ингушетии, Барахо, вот он герой, один из героев фильма, Адхабы, и Багаудин, они нас провезли через всю горную Ингушетию. И на дороге Барахо, простите, Ахмед рассказал, рассказал историю своей сестры, и она меня просто потрясла. И когда мы готовили этот вечер, я попросила разрешения Ахмеда рассказать эту историю, но он ее написал и прислал. Отца посадили в 46-м году, как Алимас, на такая ислама, и дали высшую меру. У меня была сестра, и звали ее Ашат. Она подошла к матери и сказала, надо спрятать Женеш, книги богословные, обязательно за ними придут. Они с мамой поставили их на подоконник и завесили ковром. Действительно, на второй день пришли и перевернули все, ничего не нашли. Как они ушли, Ашат маме говорит, надо оттуда убрать и спрятать другое место. Мать ей говорит, надоело ты мне, не до тебя мне сейчас. Ашат настояла на своем, мотивируя, что если Женеш заберут, то дать будет обидно, ведь мы везли из Кавказа ради него. Люди брали хлеб, а мы Женеш. Ашат предложила зарыть их в сугробе снега. Сам никто не догадается посмотреть. Она открыла окно и вылезла через него на улицу, чтобы в бараке никто не видел, и мать ей выдавала Женеш. Ашат успела забрать последний и закопать их в снегу, как пришли с обысками. Мать закрыла окно и опустила ковер, а сестра осталась на улице. Ей пришлось закопаться в снегу, чтобы ее не увидели. И там она пролежала, пока не закончился обыск и не ушли НКВД. Когда мама ее выкопала, она была без сознания и вскоре умерла от этого. Отец после смерти Сталина вернулся домой и умер своей смертью и пользовался своими Женеш. Но мы часто его видели плачущим, со слезами на глазах, и он часто вспоминал про Ашат. Говорил, что она обязательно попадет в рай. Прошло столько времени, и мы всегда вспоминаем сестру и ее подвиг. В каждой депортированной семье были такие герои, и их надо помнить и писать. Отмен Барахуль. Спасибо, Владимир. У нас есть небольшая литературная часть. У нас здесь присутствует Анжела Матеева. Она сама историк, кандидат исторических наук. Наша гость из Агушетии. Она нам по своему желанию, если есть желание, может какие-то воспоминания родителям рассказать. Ну и, соответственно, нам прочитать стихи, посвященную. Добрый вечер. Вы знаете, был круглый стол. Накануне мы тоже говорили о причинах депортации, говорили о трагедии. И не только об Ашатах и чеченцах репрессированных, но и о всех репрессированных народах. Вы знаете, что таких народов, которые подверглись тотальной репрессии, было 12. То есть по национальному признаку. Но сейчас, знаете, я хотела бы вам рассказать несколько вопросов. Это боль моего отца, боль моего дедушки. Это есть моя боль. Она вот моя личная боль. Она связана и с 44-м годом, она связана и с 92-м годом. Дело в том, что моему дедушке, когда он умер, было 108 лет. Он умер за две недели до начала войны 92-го года. Мы успели его похоронить. И дедушка, поскольку я всегда мечтала писать, написать книги и много-много всего. Единственное, из своих внуков, которых было очень много, истории рассказывал он только мне. И вот он рассказал о том, как их депортировали. Я просто очень коротко вам объясню, чтобы вы поняли суть всего остального, что я хочу сказать. Их когда депортировали, выселили, у него было 5 сыновей и 3 дочки. Двойняшкам было по 3 месяца. И солдат сказал бабушке, она взяла сумки, она взяла этих маленьких детей. Он схватил швейную машинку и сказал, мать, возьми, тебе это пригодится. И вот она держала на спине эту швейную машинку, держала одного из детей, второго держала старшая дочь. Их посадили в вагоны. И бабушка сказала, вот этот совсем хиленький, он умрет. А этот более такой, ну, живетенький такой, но этот, может быть, выживет. Так вот тот, который был хиленький, он остался, а другой умер. И бабушка рассказала, как забрали этого младенца и просто выкинули его в снег. С таким состоянием они приехали в Сибирь. И так получилось просто, может, как бы чудо такое, может, просто не суждено было им там умереть всем остальным. Дедушку взяли на хлебозавод, дедушка был очень честный, очень порядочный. Ну, все честных, много было честных, порядочных. Ну, видимо, такой уж казах ему попался, который увидел в нем это сразу. И вот он развозил хлеб. И он знал, что дедушка никогда в жизни не возьмет ни один кусочек хлеба. А он подбирал вот эти крошки, которые оставались после хлеба, вот, особенно в первое время. И вот таким образом все, кто находился рядом с семьей моего дедушки, значит, вот, никто не умер. Все выжили, все выжили. И вот я заходила к нему, а они жили с бабушкой отдельно. И там стояла такая печь, старая печь вот такая. Я прихожу, он, значит, берет кусочки хлеба оставшиеся и сушит их на этой печи. Я ему говорю, дедушка, ну что ты их сушишь? А бабушку заставил шить бабушку вот такой вот мешок тряпичный вот из ткани. И вот он складывал их в мешок, и между печкой и стеной был такой проем. И вот эти мешочки вот туда, значит, вот они в эту застеночкой вывешивали. И так периодически доставали, там, с молоком ели. Я говорю, дедушка, ну что ты их сушишь? Я говорю, ну всегда есть свежий хлеб, ну мы же приносим. Я говорю, он говорит, ну а кто его знает? А вдруг вот понадобится? Я ему говорю, ну как понадобится? Я говорю, Сталина уже нет, репрессий уже нет. Я говорю, все это уже позади. Дедушка, ну что ты говоришь? Я говорю, мир другой, страна другая. Невозможно депортация народу, вот наше время современное, невозможно. Он говорил, да, 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 говорил он мне все время. Поживем, увидим. И вот когда дедушке не стало, конечно, он был очень счастливый человек, что он не увидел войну 92-го года. Мы ушли из дома, и когда мы шли через горы, а мы шли 18 часов, это мы еще хорошо вот так шли, потому что когда шли мы, уже те, которые первым, мы седьмого ноября шли, а люди начали еще первого ноября выходить. Там не было ни мостиков, там не было ни за что держаться. И вот то, что рассказывают, вы знаете, некоторые говорят, да правда ли это? Вы знаете, правда. Вот то, что срывались женщины, срывались дети, это правда. Потому что были вот такие узенькие дорожки, вы две ноги не поставите, только вот одной ногой можно двигаться, понимаете, перемещаться. Когда мы шли, уже было за что держаться. И это делали люди, это те, которые жили в горной Ингушетии, они шли навстречу нам и помогали, брали детей на руки, брали сумки на лошадь, кого на носилке вот таким вот образом спасали людей, которые шли вот через это самое ущелье. И вы знаете, было много очень детей, и что самое поразительное, дети не плакали. Вот, ну просто не плакали, даже самые маленькие. Вот ребенок сказал рядом, мама, я хочу есть. Она говорит, ничего нет. Ну дай мне хотя бы корочку хлеба. И вот сказать бы сейчас дедушке, вот что его мешки с сухарями как раз были бы кстати, вот для этих самых детей. Понимаете, и я разорвалась просто внутри, и у меня вопрос, почему? Внутри тебя вот это все кипит, и по сей день, конечно, кипит. И ненависть, которая во мне жила, поверьте мне, она была страшная ненависть. Я вскоре уехала учиться в Москву, я понимала, я просто спинным мозгом чувствовала, когда где-то я встречала осетин, я понимала, я ненавижу, я ненавижу, и это страшно. В один момент я себе сказала, так, все, стоп. У меня есть осетины, друзья, замечательные ребята. Я когда им рассказала эту историю, они очень долго молчали, очень долго. И они говорили, мы тебе признательны за это, за то, что ты смогла. И поэтому очень многим надо это пережить в себе. Иначе мы никогда не найдем точки соприкосновения. Мы никогда не сможем простить друг друга. А нам надо простить друг друга и продолжать жить дальше. Потому что мы никуда не можем деться друг от друга. Мы живем рядом, наши республики рядом. Понимаете? Но нам мешает это делать, нам мешает. Если бы была справедливость, то, наверное, все было бы по-другому. Из тех стихов, которые я выбрала, и выбрала, вы знаете, так получилось, что только сегодня, буквально за два часа до выхода, я наткнулась на эти стихи. Но раньше я их слышала, но выучить, к сожалению, не успела. Это стихи известной крымско-татарской журналистки и поэтессы Боджуровой Лилии. Стихи называются «Когда мы вернемся». Когда мы вернемся домой всем народам, придется вам вспомнить, откуда мы родом. Придется вам вспомнить, откуда вы сами незваными здесь объявились гостями. Как станет не в мочь быть послушными псами, мы милости вашей просить перестанем. Мы гордость свою вековую припомним от скифов и тавров, ведущих у корни. Когда мы вернемся, а мы все вернемся, однажды в степель в горах соберемся, и весело с музыкой справим поминки по вашим указам, по вашим дубинкам, по сказочкам вашим о дружбе народов. В то время, когда нас лишили свободы, лишили отчизны, надежды и Бога, мастя из развалин мечети и дороги. По вашей удобной сговорчивой правде, пайками оплаченной верности ради, по вашей оплеванной внуками вере, что можно народы казнить для примера. Когда мы вернемся, поклонимся в пояс тому, кто хранит еще память и совесть, кто нашим тиранам не пел аллилую, как старшему руку тому поцелуем. С того, кто нас подлинно травит поныне, мы маску народных ревнителей снимем, и пусть они глянут в лицо нам открыто и прячут за властью худое корыто. Когда мы вернемся, все будет иначе, и тот, кто нас топчет, пусть в горе заплачет, кто как плакали наши отцы на чужбине, когда матерей своих там хоронили. Когда мы вернемся, земля наша вскрикнет, и духов своих по ущельям окликнет, вернет родники долгожданным истоком, и пепел отцов возвратит их потомкам. Мы слезы утрем им, прощения попросим, и слово дадим, что вовеки не бросим. По воле своей ли, чужой ли, как прежде, ведь в ней наша память и наша надежда. Мы в сердце любовь к ней сквозь все проносили, не всем этот путь оказался по силе, но даже кто падал, тот знал, мы вернемся, все вместе под небом родным соберемся. Спасибо. Добрый вечер, здравствуйте. Я хотел бы прочитать свидетельство о маме, написал о Мухаммад Шамсаев. За вымысел пусть не сочтут, я это услышал от солнца. В сердцах наши розы цутут, пока сердце матери бьется. Мы вечно пред нею голубы. Вот мать окликается порога, а я в ответ ей кричу. Прости меня, мама, дорога. Давно мы ушли из тех лет. Сейчас, если б голос раздался, я сдал бы немедля билет и с матерью дома остался. О память, полынно-горька, ты снова как пламя взметнулась. И теплая мамы рука щеки моей детской коснулась. Аплодисменты. На чеченском кто будет читать? На чеченском. На чеченском кто будет? Сейчас я хотел бы представить сегодня на чеченском. Только на чеченском. Да, на чеченском. Называется оно «Слово мужчины». Да, на чеченском. Спасибо. Ему его присутствует? Нет. Седы? Раздей его седы? Да. На английском, кто будет читать? Хорошо, давайте до Роману Бахту. Всем добрый вечер. Извиняюсь за то, что не успела выучить на английский. Очень бы хотела, но не получилось. Стих на русском, но главное, скажем так. О черных днях поведали мне горы, Черней повести для горцев жизни нет. И временем не вылечить той боли, С какой глядели горы горцам вслед. То было все по страшному велению, Хоть приговор понять мы не могли. Нас всех приказом выгнали с презрением С родной войнаской обжитой землей. И как животных в скотские вагоны Грузили в тот военный трудный год. За что наказаны в то время горцы были? В чем провинился перед Родиной народ? Все ужасы судьбы мы испытали, Косил нас голод смертной волной. Мы Сталина в молитвах проклинали, Но он мольбы не слышал ни одной. Он трон стерег с коварным безразличием, По трупам шел кровавой тропой. И в ореоле грозного величия Вознесся нас запуганной толпой. Мы для него лишь винтиками были, Машины, что себе он приобрел. Какое время бед мы пережили В разлуке от родных кавказских гор. Однажды с чемоданом друга встретил. Ну что везешь, успел богатым стать? Останки матери я вырыл, он ответил, Везу на Родину, чтоб их земле предать. Наш поезд возвращался на рассвете, Встречал встревоженно заждавшийся вокзал. Седой старик в покошенном бешмете Припав к перрону, землю целовал. Автор Муса Гишаев. У нас есть представитель интерьерного театра. Роман? Да, прошу, Роман. Вы сами представьте. Сейчас мы посмотрим. Я уже вижу. Саня, представьте автора. Да, меня пропусили исполнить три стихотворения разных авторов. Я постараюсь передать суть. Первое. Игорь Ляпин. Стихотворение называется «В назрани». Что ответить тебе не знаю, Но ловлю твой вопрос немой. Небо легкое над назранью, Память тяжкая над тобой. Ты рад бы повеселее посмотреть, Но, рванувшись вспять, Вихри черные выселения настигают тебя опять. До чего ж без просвет мы дали. Крики, стоны, нельзя назад. И, понятно, фашисты б гнали, А ведь гонит то свой солдат. У конвоя проста работа. У насилие свой закон. Семилетним врагом народа Загоняют тебя в вагон. Загоняют, как в пятый угол, И уже паровоз пыхтит. Из сгорающей в топке уголь Черный сажей в глаза летит. Конвоир посуровил. Дескать, зря не пишут приказов, брат. Ничего не успевшись сделать, Ты во всем же виноват. И хоть жалуйся, хоть кричи ты, Не уймешь паровозный пых. Никакой у тебя защиты и заступников. Никаких. По щекам твоим слезы градом. Это плачешь ты в мире злом Над погибшим под Курском братом И под самой Москвой отцом. Ты последний мужчина рода. Ты не знаешь, как фронт и тыл Уверяют, что вождь народов По-отечески поступил. И колеса не сбавят хода. Хоть глядит машинист вперед С тайной мыслью. Врагом народа объявляется сам народ. Этот узел затянут крепко. Кто-то брал вас и кто-то вез. И стоит на распутьях века. Твой от горя не мой вопрос. Второе стихотворение. Его написал Юрий Яковлевич Бусинский в 1947 году. Стихотворение называется «Чеченец». Но и впервые оно напечатано было только в 1988 году. Стихотворение называется «Я его глазами сон увижу». Пахнут солнцем, камнем и слюдою Голубые сопки, как Четава. Я на них забраться не посмею. Там меня чеченец напугал. У него папаха дышит местью. У него в глазах дурная слава. У него бешмет из козьей шерсти. У него на поясе кинжал. Нет кинжала. Вырвали мы жало. У него одни пустые ножны. Рассмеялся весело сосед мой, Бравый лейтенант НКВД. Станешь волком на луну скулящим, Если нет народа в настоящем, И не угадать его в грядущем Посреди чужих тебе степей. Пахнут дымом, камнем и тоскою. Голубые сопки, как Четава. Бродит в них чеченец одинокий, Словно опрокинутый во тьму. У него папаха дышит горем. Сердце горько жжет ему отрава. У него в глазах другие горы. Те, что больше не видать ему. Еще одно стихотворение Автор Идрис Базоркин. 1968 год. Называется «Запев». Снежные вершины, громады скал От сотворения мира в хаосе, Поднявшиеся к небу. Дремучие леса, Кипящие потоки шумных рек, Луга, охваченные радугой цветенья И ароматом трав. И гордый человек, готовый умереть За дружбу, честь, свободу. Все это с незапамятных времен Наречено в поэзии народа Страной Былин и именем Кавказ. На многих языках звучит здесь Человеческая речь. Живет здесь братство Множество народов. Когда они пришли? Откуда? И зачем? Никто на это людям не ответит. А может быть, они из века здесь? Среди отрогов гор Есть голубое озеро в Чечне. Купаются там звезды и луна, И зори с наступлением рассвета. В нем утонуло отражение древних. На потаенных берегах Его ученые нашли стоянку Первобытных поселенцев. У очагов зажженных молний Во тьме веков застыли силуэты. Что видели они? Какою представлялась им судьба Грядущих поколений? Молчат. Ответа нет. Лишь домыслы о прошлом повествуют. То было двадцать тысяч лет назад. А может это были наши предки? Страбон и Плиний Моисей Хорейский Оставили для мира имена людей Когда-то бывших на Кавказе. И сквозь туманы Трех тысячелетий Народов наших Встали имена. Столетия мы наследовали скалы На этих скалах Каменные башни Могильники безмолвных мертвецов. Где отпечаток кисти человека. Где солнце знак. Движение мира символ. Где турий рок на выцветших стенах О предках нам рассказывали скупо. Но был еще один хранитель тайн. Язык. Всегда живой и сильный. Ни тленью, ни сражением не подвластный. Язык мудрец народа моего. В нем память прошлых дней И песня Соловья. В нем сохранился миф Про Тейшабайне, Сказ про Батыя, Внука Чингисхана И про сражение С Тимуром Хромом, Мир покорившим, Но не эти горы. Язык поведал мне, Как трудно было дедам, Как мужество их И любовь к свободе Нам жизнь продолжили до этих дней. Отныне не будет тайну нашего народа. Для будущего не умрут легенды, Трагедии, победы и любовь. Знак времени иной. Иная жизнь течет. Кто пристально глядит, тот видит очень много. Кто слушает, с тем время говорит. Мне удлинили годы старики, Они меня водили в день вчерашний. В день завтрашний уходим вместе мы, Идущим вслед оставив эту повесть о том, Как выходил народ из тьмы. 1860 годов. Известный. Известный. Так. очень известный, сын датского офицера, наполовину француз. Настоящий. Мать француза. Так. Михуновицкий. Здесь? Есть. Да, Михуновицкий надо исполнить стихи или сыграет. Я сам не знаю, что я сейчас сделаю. Вот. Мне... Сходите сюда. Когда позвонила, я был уверен, что... Да. Что я как-то озвучил песню... Озвучил песню «Летела жизнь в плохом автомобиле». Я исполняю Высоцкий, это наш спектакль, да? И я подумал-подумал, что не прозвучит эта песня в моих устатках песни. Вообще, на этой встрече сегодня у меня больше вопросов, и я не думаю, что я могу о чем-то поведать здесь особо. Вот. Больше вопросов, и чем больше я сижу, тем больше их возникает. И возникает вопрос, а что же сейчас происходит с нами, со всеми? Я думаю, что то, что произошло с чеченским и русским народом, это результат какого-то еще безразличия. И думаю, то, что сейчас происходит вот по общественному опросу, порядка 60% россиян поддерживает бомбежку в Сирии. Это ли не то же самое? Это ли не то же самое? Не благодаря ли этому происходят эти безобразия? И Сталин ли это был? Может быть, какой-то коллективный Сталин? Вот. У меня много песен сложилось, я много об этом думал. И вот то, что сейчас считалось стихотворением о Кокчетавской сопке, на самом деле, это Барабай, Боровое. Это недалеко от Кокчетава, это километров сто. Вот. Для меня эти места знакомы, как получилось так, что я там оказался в возрасте четырех лет. Вроде у меня сам с Украины. Вот. Из Паджмейнки. Так мои родители уехали на своей нецелины. И поэтому я очень хорошо чувствую вот это все. Вайнахов, чеченов, ингушей, казахов, финнов, немцев. Мы жили вот там вот, не далеко от этой сопки. Эту сопку я всегда видел. Выходя в хорошую погоду. Это Барабай было все время видно. Но я, когда был маленький, я не понимал. Вообще для меня люди состояли из трех национальностей. Всего три национальности. Русские, казахи и нерусские. Потому что вот так вот получилось. Мы там все вместе жили. Вот когда ты маленький, когда ты в первом классе учишься. И на втором уроке, на втором уроке ты уже хочешь есть. Ну так получается еще далеко. Я толкаю в зале казах. Вот Сипенку пею. Сейчас помню. И свой откурт. Вот мы на математике откурт едим. И у нас там не было такого, что почему-то немцы на 9 мая сажали картошку. Вот я не понимал почему. Вот так вот было. Но любопытно потом, что когда немцы уехали, то там подравшись с местным немцем, наш немец, я говорю, помнишь, что мы в 45-м там это сам. В общем, и смех, и грех получается. Ну просто, действительно, я это очень все хорошо ощущаю. Учился я в Адбасаре. В Адбасаре, это Целиноградская область. И Вайнахов там было очень много. Очень много. И у нас были тоже. И список друг другу давали, и дрались. И причем дрались не там, не по какому признаку. Это механика, а это электрики. Они обидели нашу девушку. Вот типа того. Я дружил с Ингушкой. Но дружили мы как? Мы дружили за ручку. Вот. Не так, как сейчас дружат. А стихотворение, значит, это лучше прочесть. Да. Оно, мне кажется, не споется это, как песня. Владимир Семенович вникал в разные стороны нашей жизни. Вот написал эту песню. Мне показалось, что она все-таки слишком плотная. И лучше прочесть стихотворение. Насколько я сейчас выучил, он столько выучил. Насколько помню. Что-то вылетит из головы. Вы напомните. Я сам с Ростова. А вообще, подкидыш. И мог бы быть с каких угодно мест. Если ты, мой Бог, меня не выдашь. Тогда моя свинья меня не съест. Живу везде. Сейчас, к примеру, в Туле. Живу и не считаю ни побед, ни барышей. Из детства помню. Детский дом. В ауле. В республике. В течение Ингушерии. В айнахи, как могли нас так хранили. Делили с нами пищу и судьбу. Летела жизнь. В плохом автомобиле. И вылетала. В выхлопом в трубу. Я сам не знал, в кого я воспитаюсь. Любил гостей, друзей. Я ношу. Сейчас и что, чего за нож хватаюсь. Который, по счастью, не ношу. Как сбитый куст. Я по утру волокся. Питался при дороге. Помня зло, но и добро. Я хорошо усвоил чувство локтя. Скопление народов и нестриженных мечей. Где место есть казэков, евреев и недоистребленных босмачей. В фонаре, что надо мы намыли, там нам ломы ровняли на горбу. Летела жизнь. В плохом автомобиле. Влетала выхлопом в трубу. Какие песни. Пели мы в ауле. Как прыгали по скалам ногишом. Пока меня с пути не повернули, Писался я чеченом ингушом. Кому досталась рана, наживая. Кому дела другие. А третьим, треть, треть. Сибирь, Сибирь. Держава бичевая. Где есть, где жить. И есть, где помереть. Я был кудряв. Но кудри истребили в семь пядей. И залысины во лбу. Летела жизнь. В плохом автомобиле. И вылетала выхлопом в трубу. Воспоминания только потребовавшие. Всегда одно. На помощь. Караул. Вон минут чеченов. Немцы из Поволжья. А место битвы. Город Барнаул. Когда дошло почти до самосуда. Я встал горой за горцев. Еще то горло теребя. Те и другие были не отсюда. Но воевали точно за себя. А те, что нас на подвиги подбили. Давно лежат и корчатся в гробу. Их туда свезли в автомобиле. А самый главный. Вылетел. В трубу. АПЛОДИСМЕНТЫ По 7 ноября прошли очень кровавые события. На территории Пригна района Северной Осетии. Когда так называемый осетинно-нигурский конфликт. А фактически осетинно-нигурская резня. То есть когда погибли большое количество людей с обеих сторон. Когда были сожжены более 3800 домов. И беженцами оказались люди. В основном игурской национальности. Подавляли бойство. Это было более 70 тысяч человек. Какая связь между депортацией 44-го года и событиями 92-го года? Прошло столько лет. Какая между ними может быть связь? Связь непосредственная. Потому что когда в 44-м году Ченгушетия ликвидировалась. То часть территории Ченгушетии. В частности Пригна района. Он отошел к Северной Осетии. И в 57-м году. Когда республика была восстановлена. Этот район. Он не был возвращен в Ченгушетии. Остался в составе Северной Осетии. Но так как этот район. Является исторически таким. Территорией. На котором вообще зарождалась. Ингульская нация. Проходило очень много событий. Между 44-м и 92-м годом. То есть это был и 73-й год. Когда было выступление ингушей. В Грозном. Для того времени это был очень серьезный вызов. Который ингуши бросили советской власти. Потому что 73-й год. Это когда всемогущая КГБ существовала. Когда партия Ленина. Всем заправляла. Залезли мозги и в сердца. И везде. Куда только могла. И тем не менее. Ингуши. Три дня. Стояли на площади. В Грозном. И провели мирный митинг. Демонстрацию. В 81-м году. Произошли кровавые события. Опять же. Уже. Ингуши. Когда стояли на площади. Они требовали возврата. Этой территории. То есть. Чтобы вернули им эту территорию. В 81-м году. Прошли. Беспорядки. Массовые. Тоже во времена Советского Союза. Это в Владикавказе. Когда. Захватывались. Националистично настроенные. На тот момент. Осетины. Они захватили обком. Они захватили там. Пытались захватить военное училище. То есть. Жгли машины. Убивали людей. Эти события. Тоже. И требовали выселения. Ингуши. Обратно в Казахстан. И в 92-м году. Уже. Произошла. Вот эта. Резня. В Ригеном районе. Когда. Вот. В качестве жертв. Оказались. Ингуши. А в качестве победителя. Оказались. Осетины. К сожалению. Ну. Победители. В кавычках. Потому что. Таких событиях. Победить нельзя. Вот. Хава нам сейчас. Покажет. Фрагмент своего фильма. Который посвященный именно этим событиям. Хорошо. Папа. Начавшаяся перестройка вернула людям надежду. Что Москва наконец решит вопрос аннексированных Северной Осетией и ингушских земель. В адрес всех государственных партийных органов страны снова идут потоки писем от ингушей. На состоявшихся в 1988 году первых демократических выборах Верховный Совет СССР одним из депутатов от Чечена Ингушетии избирается бригадир механизаторов Муса Дарсигов. Таким образом, ингуши впервые за 70 лет советской власти представлены в высшем государственном органе страны. Среди помощников депутата Дарсигова его односельчанин Ахмед Барахоев. Дарсигов Муса с первых же дней своей депутатской деятельности делает все возможное, чтобы был услышан голос его народа. Конституционное право народа в первую очередь было нарушено в 1934 году, когда без учета национальных интересов ингушского народа, без учета его мнения была упразднена Ингушская автономная область. В настоящее время мнение ингушского народа о необходимости ликвидации последствий сталинского бережского произвола выражено в октябрьском 1988 году и в апрельском 1989 году. В обращениях подписаны 60 тысяч человек, абсолютное большинство взрослого населения. Эти обращения сданы в ЦК КПСС и Верховный Совет и Совет Министр СССР. В связи с этим прошу рассмотреть вопрос о создании ингушской автономии Советской Социалистической Республики в составе РСВСР, объединив исторически сложившиеся территории Ингушетии, какой она была до упразднения ингушской автономии в 1934 году. 9-10 сентября 1989 года в Грозном проходит исторический второй съезд ингушского народа. Главное в резолюции съезда добиваться решения ингушского вопроса конституционным путем. Вскоре, в начале октября, несмотря на всевозможные препятствия, Мусе Дарсикову удается добиться личной встречи с Горбачевым, в ходе которой депутат убеждает главу страны о необходимости незамедлительного принятия решения по восстановлению прав репрессированных народов. 14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР при активном участии Андрея Сахарова, академика Лихачева, поэта Давида Кугультинова и многих других культурных и общественных деятелей страны принимает жизненно необходимый документ для правового государства, декларацию о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению и обеспечению их прав. Первое и самое главное – это обеспечить право на беспрепятственное возвращение народов, восстановление тех государственных форм, которые были у этих народов. Это акт, где мы не можем думать ни о чем, кроме восстановления справедливости. Никакие прагматические изображения нас тут не могут останавливать. И я уверен, что те, кто живет сейчас на этой территории, будут жить переселенными народами в мире. Они найдут возможность потесниться, если в этом будет необходимость, или же другие решения, проблемы могут быть найдены. Но не выполнить этого долга справедливости мы не имеем права. И только 26 марта 1990 года, уже после объявления бессрочным 100-тысячного митинга в Назране, Верховный Совет СССР принимает решение о создании комиссии по рассмотрению обращений ингушского населения. Создаваемая комиссия исключительно спокойно, объективно должна изучить проблемы и с учетом интересов ингушского населения, чеченского населения и северо-осетинского населения. Мы много раз выезжали на место, встречались и с одной стороной, и с другой стороной. Были очень многочисленные такие митинги. Мы начинали работу, допустим, в 10 утра, а иногда заканчивались последние митинги уже за полночь. Вот так все организовывалось, значит, так люди переживали, хотели довести до представителей, значит, так вот, депутатского корпуса Советского Союза свои мнения. Выводы комиссии однозначны. Ингушскую проблему необходимо решить для оздоровления всего советского общества. Группа депутатов во главе с Галазовым, председателем Верховного Совета Северной Осетии, пытается бойкотировать принятие положительного решения по выводам комиссии. Я бы сюда не вышел бы в трибуну, но вы понимаете, что дело я... Вчера было обращение отдано к народным депутатам, уважаемые северо-остинские депутаты. Они подписали тут все, что ингушский народ, хоть когда вернулся с 50, что им все отдали, что ингушцы там не жили. Если ингушский вопрос решится, значит, что там получится, Карабах. Ни одного, понимаете, наш памятник не оставили. Они все разрушили с лица земли. Я не хочу обвинять остинских народов. Я буду обвинять руководителей. Разве можно так подавать? Не голосуйте. Ведкомиссия работала по ингушскому вопросу, дала заключение. Ни у меня не спрашивают, и у вас не будут спрашивать. Я прошу вас, народные депутаты, поддержать не том, что мою проблему, месетинскую, немецкую. Да и в этом зале ни одного человека нет, чтобы не пострадал, чтобы репрессии не было. Прошу вас, поддержите репрессию, народные. Поддержите, чтобы этот вопрос решился. Разно всегда надо покончить с этим вот так. Ингушские лидеры встречаются с рядом самых ярких политических и общественных деятелей СССР, прося их о содействии в решении своего вопроса. Проходят месяцы. Демократические реформы обновления страны буксуют из-за ожесточенного сопротивления на местах и в центре. Особенно всесильное осетинское лобби, укрепившееся на всех уровнях власти страны еще с 30-х годов при Сталине. Горбачев советует Дарсигову с ингушской проблемой теперь обратиться в Верховный Совет РСФСР. После неимоверных усилий Дарсигова и его соратников на конец 26 апреля 1991 года закон о реабилитации репрессированных народов принят Верховным Советом Российской Федерации. Через два дня председатель Верховного Совета Ельцин выступает в Назране в преддверии своего избрания президентом России. Ингузский народ своей историей доказал, что он не агрессивен, что он добр, что он трудолюбив, что он не завоеватель. Нет, он требует справедливости. И как вы решите, или Ингузская автономная область, или Ингузская автономная республика, как вы решите, и как вы обратитесь к Верховному Совету России, так вы и решите. Закон о реабилитации прежде всего предполагает территориальную реабилитацию. Но еще 19 апреля 1991 года Верховный Совет Северной Осетии принял противозаконное решение ввести чрезвычайное положение на территории пригородного района и города Оджинькидзе, что абсолютно противоречило Конституции России. Ельцин же закрывает на это глаза. Таким образом, и так бесправное положение ингушей становится совсем невыносимым. Я на своей машине ехал по Оджинькидзе, меня останавливают ополченцы, обыскивают все, что у меня там в сумке есть, вот так вот выбрасывают, с автоматами, с дулами поставленными. Десять человек, когда против двоих, значит, ничего не сделаешь. Но пришлось глотнуть всю эту боль и уехать. И делали все, чтобы мы туда не показывались, не приезжали, не проезжали через свои земли. Допустим, в Жайрах ехать надо обязательно через Владикавказ. И вот такие вещи устраивались. 12 июня 1991 года Ельцин уже президент России. 19 августа – путчи в Москве. 6 сентября в Грозном вооруженным путем низложен Верховный Совет Чеченной Ингушетии. К власти приходят дудаевцы. Следом самопровозглашенный суверенитет Чечни децентрализует и всю административно-хозяйственную деятельность в Ингушетии. Люди лишены всякой стабильности. Ингушские лидеры кричат об этом на всю страну. Цель поставлена такова, чтобы раз-то всегда лишить Ингушей автономию, раз-то всегда захватить эту территорию и анициировать ее. Все держится пока на самосознании народа. 30 ноября, проведя референдум, Ингуши однозначно заявляют о своем желании остаться в составе России. Попробно и благодарно за всех россиян, за то, что вы в черные дни августа решительно и мужественно поддержали нашу свободу и нашу демократию. Это осень 1991 года. На зрань выступает госсекретарь России Геннадий Бурбулис. Не сомневайтесь, этот закон будет исполнен за каждой буквы! Вот такие заверения звучали в Ингушетии. А по обе ее стороны, на западе и востоке, с благословением и с помощью Москвы, вовсю милитаризуется Чечня и Осетия. Так где правда? Почему сегодня я должен к вам и заходить? Руководителям отдай мой землю! Почему это так творится? Что стоит указ создать? Да и завтра! Нас же выселяли за два часа! За два часа выселили! Почему указ не создать? Борьба за власть в стране заканчивается развалом Советского Союза. Следом происходит распуск депутатов СССР. В течение следующих месяцев в пригородном районе одно за другим совершаются десятки жесточайших убийств жителей ингушской национальности, в том числе и детей. Ни одно из этих преступлений не расследуется. Что происходило? В поселке Корца убили девочку. Задавили девочку. В другом селении убили другого парня. Создавались инциденты, чтобы стравить народ, чтобы народ всполохнул. 4 июня 1992 года принят закон об образовании Ингушской республики, но без определения границ этой республики. Назначенный на начало ноября съезд народных депутатов России должен был ратифицировать закон, но военная машина была уже запущена. Ельцин избрал самый простой способ удержать власть. Ингушам была уготована роль первой жертвы Молоху. В конце октября 1992 года пригородный район заполыхал. Дальше началось что-то безумное. Начался массированный обстрел всех населенных пунктов о компактном проживании Ингуши и всех видов оружия. Сносилось все, что попадалось на пути. На мои бесконечные постоянные телефонные требования, что происходит, это что делается. Ответ был один. Мы такими данными не расплавляем. Та же площадь, на которой Ельцин и его посланцы клятвенно заверяли народ, что закон будет исполнен, теперь будет утопать в телах зверски замученных безвинных людей, сожженных заживо, умерщвленных под пытками, раздавленных танками, подорванных снарядами. И, к сожалению, вот этот конфликт, он не до конца. Он сейчас пока приглушен, но никто не может дать гарантии, что эти события могут не повториться, то есть если изменится какая-то ситуация в стране в общем. Я хотел бы дать слово, вот здесь у нас присутствует писатель Мелехов Александр Матальевич. Хотел бы вам дать слово, чтобы вы изможили тоже препрессированным народом. Друзья, после того, что мы видели, очень трудно говорить. Я как-то хотел немножко даже юмора добавить, но это будет неуместно. Вот в этой книге «Исповедь еврея» я пишу о своем детстве, которое я провел в Казахстане, мой отец был выслан, ну там, в общем-то, по доброй воле мало кто туда поедет. Ну, мог бы что-нибудь рассказать такое, в общем, даже идиллическое, что вот, ну, дружили, понятно, в школе. Но надо сказать, что совершенно, ну вот, детское мое сознание совершенно не понимало, почему они здесь оказались. Ну, мы живем почему-то казахи здесь, почему-то там мой папа здесь. Ну, как мир устроен, что мы все живем рядом. Ну, понятно, с ребенка и взятки гладкие, ну, я вот в этой книге написал, что взрослые люди тоже абсолютно не задумывались, почему, отчего, справедливо, несправедливо, таких категорий вообще не существовало. Вот живут такие, если они хорошие соседи, то, значит, они хорошо. Если они плохие, то они плохие. Вот как, что мы от них вот в данную секунду имеем, вот мы так к ним и относимся. Ну, в этом свои плюсы есть, и потому что там, ну, в этот народ идеология не могла проникнуть, чтобы вот внушить, что это изменники Родины, там, ну, это абсолютно, как от стенки Гороха скачало, что это изменники какие-то, Гитлеру подарили коня даже, мыслей про это не было. Ну, вместе с тем и мыслей не было, что справедливо, что как это целый народ, тоже не было. Ну, вообще, что происходит, то и есть, то и нормально. Ну, я вот был уверен, что ингуши хозяева жизни. То есть, для меня, ну, дошло уже, когда, что это было вот ужасно, то, что они там оказались, что это несправедливость, что они через ужас какие-то прошли. И они были хозяева жизни, потому что они более смелые были, они более сплоченные. Я был там, в общем, пацан не робкий, но одно дело подраться со своим, вот с русским, там, каким-нибудь или казахом. Это ничего, никаких последствий иметь не будет. Ну, там, поставите фенкал, завтра вы будете дружить. Но если ты с ингушом подерешься, то это, в общем, совершенно неизвестно, чем это кончится. Что он, на что он способен, так никогда не узнаешь. Потом у него там какая-то вся родня, братья все поднимутся. То есть, в общем, лучше так дружить, но так, в общем, очень деликатно обойти. На танце, если вот какой-нибудь там приходил Иса или Муса, то наша вся шпана, но немедленно, такой скромный вид приобретала скучающий. В глаза им не смотрели. Ну, в этом есть, повторяю, свои плюсы, что за это, по крайней мере, идеологии там никакой не было. Но, но, казалось бы, ну, это простой народ, там шофера какие-то, не образовываются. Сейчас вы на танцы же не ходите уже? Что-что? На танцы же не ходите сейчас? Да как-то не приглашают. Ну, это же проблема не должна сейчас бывать. А точнее не пускают. Дело в том, что вот когда мы думаем о восстановлении справедливости по отношению к народу, то есть видно, что от простых людей никакой справедливости не дождешься, потому что они вообще не понимают, что это такое. Ну, поскольку я был простым человеком, то я могу выручаться, что если бы мне кто-то объяснил, что мы чего-то там ингушам обязаны, да они хозяева, я вижу своими глазами. Но это простые, да, примитивные люди, не образованные, типа меня. А если мы обращаемся, скажем, к каким-то государственным деятелям, которые имеют высшее образование, которые знают, что такое международное право, я думаю, от них справедливости не дождешься точно так же. Потому что они прекрасно все знают, кто так виноват, по чьей вине, кому там что по закону положено, но они взвешивают не право, не справедливость, а пользу. Вот если им дадим будет лучше или хуже, их дело, в общем, поддерживать равновесие. Равновесие, чтобы как-то было тихо. И поэтому надо всегда в рулевое, чтобы поддержать равновесие, надо сильному так и остановиться на сторону сильного всегда, а слабый, пусть так и перетерпит. Ну вот когда евреи задумали государство Израиля, это чудом они его создали только потому, что очень умело пробалансировали между сильными игроками. Сначала надо было на сторону Англии в мировой войне встать, а не Турции. Хотя Турция была хозяйкой на этой территории, но она была на сторону Англии. Проиграла бы Англия, и бы там вырезали. И вот потом все время надо потом ставить на Советский Союз ему подкупить социализмом, потом когда получили перейти к Америке. Молодцы. Молодцы, правильно же, конечно. Молодцы, там абсолютно... Ну, видите, 40 лет нас никто не водил по пустыне. Всего 13 лет и мы это не набрали. То есть, с одной стороны, это было гиперромантическое движение, вернуться на родину предков, там Библия, иврит восстановить. Это абсолютно романтическое было движение. С другой стороны, романтика для себя, а на международной арене прагматика, расчет, и расчет этот все тончайшим образом оправдался. Поэтому, я думаю, что, конечно, все эти слова надо, право, так сказать, закон, справедливость, надо. И надо даже, может быть, и верить в них внутри. Но надо знать, что в мире они никакой силы эти законы не имеют. А имеют только корысть, расчет, сила. И вот в чем, собственно, мне кажется, какие козыри у ингушей в руках. Ну, во-первых, это все-таки народ уважаемый, как все кавказцы. Ну, вот своей храбростью они вызывают, разумеется, раздражение проигравших, но вместе с тем не уважать их невозможно. Как даже наша шпана, повторяю, ну, она, хотя, конечно, недолюбливала своих сильных конкурентов, но уважать уважала. Дали саму эти танцы. Да. Это модель отношений международных отношений. Это модель международных отношений. Кажется, что война ведет там за нефть какие-то. Там за достоинства, кто круче. Кто круче, их уж не уважать нельзя. Ну, вот в мягкой силе, вот в мягкой силе сейчас принято называть, ну, обаяние, скажем, народа. Это кто же? Вот, ну, обаяние, вот скажем, всякий выдающийся ученый, поэт, музыкант, который завоевывает в большой, в большом народе авторитет, он тем самым прокладывает дорогу в общем, в общем будущем с людьми, которые дали вот такого великого человека. Расул Гамзатов прославил вот свой Дагестан там аварцы, про которых никто помнить не знал. Ну, вот стали аварцы прямо у нас, ну, такие, прямо братья. Вот выдвигать поэту. У вас есть замечательный поэт, Хава меня познакомила, ну, потрясающий просто поэт, но он никому не известен. Вот нужна, нужна легенда. В общем, даже Толстой, даже Пушкин, несмотря на всю гениальность, они на крыльях легенды какой-то живут. Все-таки ценить это могут очень немногие. И вот нужны люди-легенды. У вас есть люди, из которых можно создать обаятельную легенду через фильмы, через телепередачи, через, ну, просто выступления. Вот, когда будут создаваться легенды, то повернется общественное мнение в вашу пользу. У нас генерал лучше получается. Генерал, это, если он генерал, там уже на всю страну там отличился как-то, то генерал тоже хорошо. Ну, в общем, поэты, ученые, музыканты, вот, вот это, мне кажется, задействовано недостаточно. Вот, друзья мои. Может, кому-то не надо? Вот, совершенно верно. Надо реалистов. Мягкой силой это признать. Чтобы это видел кто-то. Люди должны хотеть видеть и мочь видеть это. Это идеализм чистой воды. Друзья мои, что такое раскул какой-нибудь Гамзатов? Кто его там хотел видеть? Это по советской власти. Это по советской власти. Это была государственная политика, в которую деньги вкладывались. Разумеется, была умная политика. Я согласен, надо и профессиональные решения выделять какие-то образцовые фигуры. Я думаю, можно сегодня, поскольку наша власть тоже не хочет скандала или тоже хочет хорошо выглядеть. Наша власть может скандала? Наша власть может скандала? Любой начальник хочет, чтобы вы сидели и сидели в сице. И не в сице. И не в сице. И не в сице. Как там, для вас? Я долго жила на Кавказе, но немножечко с той стороны, в Грузии. У меня там родня, у меня там друзья. Я перевозила много грузинских поэтов. И для меня, в общем, понятно то, о чем мы сейчас говорим. Более того, в 89-м году я была в Тбилиси, когда там была история с саперными лопатками. И там погибли и мои, в том числе, знакомые, близкие люди. И в 91-92-м году я там была, когда там была гражданская война. Это ужасно. Гражданская война. Это страшная вообще история. Вот хотя бы это Ингушей миновала. Хотя то, что постигла, это трагедия, конечно, это трагедия душераздирающая, неотомщенная, не понятая окружающим, наверное, миром. И, наверное, не будет понятой, если иметь в виду вот этот наш ближний окружающий мир, Российская Федерация, потому что не до этого нет дела, все заняты своим и, главное, что себя тоже не понимают. И это самое страшное, потому что то, что сейчас происходит, значит, вот мы это видим. Здесь было совершенно правильно сказано, что на территории бывшего Советского Союза так или иначе все народы депортированы. Это правда, потому что представить себе, чтобы так сказать центральную Российскую Федерацию куда-то взяли и вот так, как малочисленные относительно, например, ингушский народ или чеченский, или татарский, и фринские татары вот так взяли и перенесли. Это, конечно, трудно себе представить, но это делалось другими способами, это понятно, понятно, какими. Это большой террор, который коснулся всей страны. Самое страшное, что это все осталось неотрефлексированным, большой массы, большим, что ли, так сказать, срезом общества непонятым. Это оказалось память и информация совершенно ненужным, поэтому мы будем, видимо, повторять всю эту историю до тех пор, пока эти грабли уже или этот лоб не забьют окончательно, либо что-то не случится такое, что заставит людей понять, какой-то нюрнбергский, гаакский, я не знаю, трибунал над своей, над произошедшим совершить, чтобы можно было на самом деле двигаться дальше. Здесь еще много говорилось о блокаде, поскольку это тема, которой я вплотную занимаюсь и занималась изданием блокадных дневников ленинградцев. Конечно, то, что здесь говорилось, это сравнение, оно абсолютно правильное и страшное. Вот эти картины почему-то, вот не почему-то, а понятно, почему вот есть рисунки художников, которые жили в блокаду в Ленинграде, и они зарисовывали то, что здесь происходило в городе. Это гибель детей, гибель всего, в общем, это гуманитарная катастрофа мирового масштаба, и, конечно, вот это все здесь очень... Но я хочу и о хорошем сказать. Я здесь вижу молодежь, поскольку здесь я жила в Грузии, и я знаю, что и сейчас, когда собирается молодежь, они поют народные песни, и они танцуют народные танцы. Я совершенно не сомневаюсь, что то же самое происходит и с вашей молодежью, когда все собираются. Это мало где происходит. Это происходит с какими-то народами, и можно быть совершенно уверенными, что эти народы себя сохранят, потому что вот эта вот история, она продолжается, и это какой-то залог какого-то такого позитивного, наверное, будущего. Спасибо. Вот фильм Хавы я посмотрел дома в компьютере, она мне его прислала две недели назад. Он большой, действительно, без малого два часа, час пятьдесят идет. После него просто долго невозможно ничего делать, ни о чем думать. и ни с кем разговаривать. Проблему надо решать. Я категорически не соглашаюсь со всеми, кто говорит, во-первых, о том, что решение исключительно в просвещении людей, простите, с уважаемым писателем, не согласен, потому что звезд гуманитарных достаточно во многих странах, но далеко почти нигде это не явилось существенным фактором, предотвращающим ужасные вещи. Ну, скажем, наше сейчас цивилизационное предвостояние северо-юг, давайте вспомним Абитцину, давайте вспомним изобретателей алгебры арабской, давайте вспомним это все. Понимаете, цивилизация так ужасно развивается, что два, три, четыре, пять, десять человек, которые из одной культуры стали известны, из другой культуры, сами по себе ничего не делают, если не происходит изменений в социуме в широком смысле, если не меняется политическая ситуация, если не появляется политическая воля к тому, чтобы исправить прошлое, это первое. Второе, не согласен также я с теми, кто говорит, что все, пора перевернуть страницу, простить, кому простить, да я согласен с тем, что преступление даже большого числа людей какой-то от национальности все равно не следует распространять на весь народ. Вот здесь кто-то выступал и меня страшно порадовало, что есть друзья среди осетинно и я уверен, что среди осетинно порядочное количество людей, у которых самих сердце разрывается. Другое дело, что они, возможно, не находятся в большинстве в своем социуме сейчас. Вот, это большая проблема. Поэтому просто сказать, ребята, давайте вот договоритесь, товарищи, имбуши с осетинами, договоритесь, ну вот, что-то простите, что-то забудете и будете жить мирно. Не получится, если обязательно нужна третья сторона. Третья сторона. А третья сторона может быть только Россия сейчас, тем более, что она действительно виновата. Я виноват, потому что в этом 92-м году, в этом ноябре, когда все это происходило, я про это ни черта не знал, просто вообще ничего. И это меня не оправдывает. Я обязан был знать, потому что я был депутатом, народным, там съезд народных депутатов в том году. Это я нажимал кнопку среди других, проголосовал за этот закон. Тысяча с лишним человек депутатов, апрельский закон, 91-го года. И все были счастливы. Я был счастлив. Наконец-то справедливость восторжествовала. Это значит, что в политику пришли люди приличные, вроде меня, я сейчас считаю приличным человеком, пардон за самооценку. Но глуповатые чуть-чуть, потому что как же так проголосовать и не посмотреть, а что же там написано про механизм-то восстановления справедливости. Ни черта не написано. Но уж 92-й год, когда шахтеры стали стучать касками, когда зарплаты полетели по всей стране, когда пенсии перестали платить месяцами, когда как раз в том самом ноябре, о котором вы говорите, проходил съезд народных депутатов, там про это слово никто не сказал, никто даже не знает, что это в эти дни там происходит. Одно еще воспоминание, уже спустя 6 лет я там снова стал депутатом, но уже не съезд, а Государственная Дума в 95-м году. В 97-м году поездка организована, специальный чартер на рейс, большая группа депутатов в Госдуму поехала в Назрань. Я прекрасно помню, что беженцы, которые там жили в огромном числе, в каких-то барахах, в деревянных каких-то временках, они нас огромной толпой обступили и стали требовать, чтобы мы что-то там в Государственной Думе сделали. Вторая вина, вторая моя личная так сказать прореха в совести, я, конечно, пообещал, потому что я видел эти глаза. Хава говорит, нет, видел я эти глаза, несчастные веки, которые 5 лет жили в изгнании и все еще надеялись, что как-то решится вопрос. Тогда уже Аушев был в названии главным человеком, Аушеву я очень хорошо к Руслану отношусь. Я как-то надеялся, что Руслан-то уж как-то разрулит ситуацию, он понимает, в чем тут дело. Но тем не менее, пообещал, что вернуть в Москву, обязательно этот вопрос подниму. Кому же я пошел его поднимать? А пошел я его поднимать к депутату Ингушу, очень важному, фамилию забыл сейчас, честно скажу, большого бизнесмена с очень длинным счетом в разных банках. Он меня просто вежливо отослал и сказал, Юрий Михайлович, куда вы соедетесь? Это наша Ингушская проблема, мы все знаем, мы в теме, мы работаем, не надо, не лезьте. И вот вторая моя вина, я послушал это его совета, он сказал, ну действительно, что я тут могу? Значит, теперь, вот после всего, что я услышал на круглом столе, посмотрел этот фильм, мне совершенно ясно, что, да вот говорят 12, он не единственный, да 12 народов целиком депортированы были тогда, да вот есть украинцы, которые не депортировали, но за то геноцид, там вот этот голод, это тоже, да, Россия тоже в лице миллионов, там если не расстрелянных, то сосланных, туда-то, но это все не то, понимаете? Если серьезно посмотреть к вопросу, то, конечно, начинать надо с Ингуши, надо начинать с этого, с этой, она самая кровавая сегодня, потому что это единственный депортированный народ, так сказать, наказанный коллективно по национальному признаку в 44-м в году войны, единственный, с которым эта трагедия повторилась, я сейчас про Чечню не говорю, потому что это отдельная страна, отдельная история, война, там две войны, Первая Чеченская, но это единственный народ, который не воевал, который просто вот перемещен с места на место И ничего не расследовал. И поэтому, значит, мы, вот я сейчас обращаюсь и говорю про демократов российских, которых много и мало, это другой вопрос. Но нужно понять, что эта бомба, этот механизм тикающий, эта бомба, она когда-нибудь взорвется, если ее сейчас, вот сейчас, именно сейчас, не начинают разминировать. Теперь насчет прагматики. Кто к вам обращается? Насчет прагматики. Да, конечно, окончательное решение никогда не выглядит идеальным, потому что включаются механизмы и разнонаправленные, с разными интересами стороны. Но первоначальный конспект, первоначальный проект нужно создавать, исходя из идеального представления о справедливости. Вот моя соседка сказала, что справедливости нет, вообще, нечего не говорить. Но потом она согласилась, она и поправила. Да, конечно, абсолютное справедливость нет, в принципе, никогда. Но, но если не формулировать сначала идеальное решение вопроса с позитосправедливости, только затем, затем его в минимальной степени искажая, приближая к возможным реальностям, учитывая, что к чему, вот. Значит, это мы должны начать делать, и здесь нам, вот, российское, не важно, надо играть суперактивную роль сейчас, исправляя все свои грехи и свою вину прошлого. Вот у меня сейчас не выборы там эти самые, там, не знаю, чего там, ничто так не волнует, как волнует это. Я человек, что не молодой, восьмой десяток тянул, и сейчас я также хочу посвятить эти остатки своей жизни, восстановление справедливости в отношении английского народа. Что надо сделать? Надо от воспоминаний, обязательно, переходить вот к составлению этой, для начала идеального предложения о решении вопроса. Там много, это общая проблема, разбирается на кучу мелких вопросов. Вопрос собственности, вопрос расследования преступлений, вопрос возвращения, ну и так далее, вопрос компенсации. Все эти вопросы сперва надо перечислить, сформулировать вместе нам, вместе, Ингушам, Осетинам, тем, которые с вами дружат. И число тех Осетин будет шириться, по мере того, как мы будем с ними над этим работать. Питерским, и если эта работа будет в Петербурге, это будет нормально, я думаю, это будет хорошо, потому что Питер это все-таки центр. Когда-то он был точкой, из которой стала расти российская демократия, потом, правда, общее растение заглохло, по всей России и Петербурге тоже. Там пожукли листики, подсокли корни, но не навсегда, не навсегда. И мы эту работу должны начать вот именно с этого, мы должны объединить всех людей, которые могут обсуждать и формулировать способ решения проблемы, восстановить справедливость, мы их должны объединить. Здесь, в Петербурге, с помощью интернета, с помощью сетей, я этой работой займусь. Простите, может быть, эмоционально, длинновато, но вот это все, что я хочу сказать. Я работала и снимала в Карабахе во время войны, и была во время событий в Прибалтике, работала, была в Аркуте, когда там были забастовки. Поэтому, как бы, противостояние, борьбу за справедливость, борьбу за выживание, я прочувствовала просто на собственной школе, бывая в этих точках. Я хочу сказать и поддержать, мы действительно с Юрой перебросили словами, что только движение может дать положительный результат, потому что справедливости действительно в чистом виде не существует, как и объективность. Есть путь к этому. Я хорошо знаю Карабахскую столу, я до сих пор слежу за ней, я ездила два раза, меня приглашали в Армению два года назад, и перед этим президентом. Я знаю этот президентом всех, когда они еще не были президентами. И когда я слежу за этой историей, то я прихожу, так сказать, в ужас. Она коснулась, касается лично меня, даже недавно, где-то несколько месяцев назад, появился материал, где человек, у которого я беру интервью, который находился в Степанакерте, азербайджанский парень, у которого я брала интервью, вдруг огромное интервью его в Баку. Баку выдает огромное интервью с ним, где он говорит, что я его била, когда брала в него интервью. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну я написала, что пускай это остается на совести людей, тех, кто заставляет, кто заставляет этих людей так говорить. Я считаю, что действительно самый лучший выход из ситуации, которая сегодня существует, или движения, это то, о чем говорил как раз Юра. И мне кажется, когда вырабатывается вот эта политика, план этот, то ни в коем случае нельзя уничтожать и гнобить при этом другой народ. То, чем сейчас занимаются армяне и азербайджанцы. Потому что иначе бесконечная история может быть. Я просто желаю для того, чтобы ингурский народ, естественно, прежде всего, были осуждены все, кто начал. Чтобы ингурский народ вернулся, возвращался на землю и жил счастлив. Для того, чтобы идти к этому, необходимо думать, действительно Россия, действительно с Россией. Потому что без России, без третьей страны, именно Россия. Для меня это, в общем, больше вопросов, чем какие-то давать советы или объяснять, как нужно поступать. Мне, честно говоря, просто очень больно. И я тоже считаю, что в первую очередь, вообще наше правительство, из-за чего все вот это происходит, оно, в общем-то, всем покаяться должно просто. В первую очередь, чтобы люди вообще поняли, что это происходит. Вот это с вами происходит, ну, с ингушами произошло. Я вот, честно говоря, с болью вот это все слушала. Как-то вот это всегда проходит. У нас, действительно, вот у России такая история, ну, сложная. Наверное, много вот боли проходит, а уже от себя это отторгаешь. И, наверное, как-то вот, ну, знаешь, и не пропускаешь через сердце. А когда вот это все соприкасаешься с людьми живыми, совершенно по-другому вся эта история идет. Вот, поэтому, конечно, никаких цептов дать не могу. Что, в общем, могу только сказать, что мы всегда открыты к общению, если это нужно вам. Нет, я не в смысле, что вам лично, просто неоткогда. Вот, кто мигранты, трудовая мигранция, сирийцы, да, вот эти, все, у кого проблемы, все это, в общем, мы знаем. Вот, ингуши, они как бы пока, ну, по крайней мере, вот для этого больше история такая, да, и вот эта боль. Человечество. Поэтому, собственно, ну, вот открыто думаю, что просто нужно, никаких, говорю, советов давать не могу пока. Сама не знаю. Если бы это было так все просто, наверное, бы это было уже все решено. Вот, ну, просто, конечно, нужно все это рассказывать, не скрывать. Спасибо большое. Да, спасибо. Вечер, для тех, кто не знает, где адыги живут, я скажу, что это рассеянная нация, наравне с евреями, которые в свое время потеряли родину и оказались в разных государствах. Сейчас адыги живут в 55 странах. И они тоже пошли, прошли этот путь гористый. Они сто лет воевали непрерывно и последние пять лет воевали против белого царя, который собрал 230 тысяч военных только против черкесов. И они окружали их флажками, как волков, сгоняли к Черному морю и отправляли за границу. А кто не хотел выезжать, тех поселяли в Кларни, там, где человек не мог выжить. Лучшие земли были отданы переселенцам. Начиная с Прибалтики, приглашали со всех европейских стран. Переселенцев, как бы осваивать земли, как будто там пустая земля была или прелита. Я почему это рассказываю, потому что слово черкес или адыг сейчас запрещено где-то в средствах массовой информации. Высвечивать, обсуждать, они полностью запретили. Я почему это рассказываю, потому что, не зная историю, невозможно смотреть будущее. К сожалению, сейчас в России школьники по своей истории не проходят. Не знают они ни свою историю, ни историю народов своей страны. И вследствие этого возникает элементарное непонимание при встречах с другими народами. Свою историю не знают, а чужую историю тем более. Сейчас до чего дошли. В свое время царским генералам, которые отрубали голову черкесам и на палки сажали, как генерал Зас, немец, бывший сам. А в те времена, как один поэт говорил, на ловлю звания и чинов, очень много было приглашено в России. И если Францию и Россия победила, им выставили счета с ресторанов, со всех. Император оплатил, показал свое благородство, поставил мост через сену. Я в Париже был, посмотрел, благородный поступок. А тут, как заповедник, они охоту устраивали. Охоту устраивали. Была даже поговорка такая. Не тратить на черкесов пули, штыками их. И такого кровавого следа, наверное, на всей территории России не было. Несмотря на это, сейчас вот этим генералам ставят памятники везде, по Северному Кавказу, во всех республиках. Это я не знаю. Если желание есть в мире жить, в любви и в братстве, зачем ковыряться в эту рану и все время больно делать тем народам, которые были выжжены оттуда. Сейчас, совсем недавно, последняя битва была в Красной Поляне. И там брат императора принимал парад. И местная администрация решила устроить 21 мая, когда последние черкесы были разбиты, сделать местным праздником 21 мая. Ну, как вот к этому относиться? Если сказать глупость, это, наверное, ничего не сказать. А если это не глупость, это то же самое, что с чеченским народом и с ингушским. Вся страна 23 февраля праздновала день отец, а теперь вот черкесам предлагают адыгам. 21 мая, когда последнего черкеса вырезали, они праздник устроили. Я теперь возвращаюсь к нашей теме. Конечно, вот то, что фильм посмотрели, это было давно, кто-то скажет. Но тот, кто не помнит то, что было давно, сегодня то же самое будет повторяться. Вот фильм посмотрели. Фильм, ну что можно сказать? Душа стонет, сердце плачет. Больше нечего сказать. Поэтому, а чтобы вот это не повторялось, надо всех, кто, в том числе и последних правителей, которые обнулили труд великого народа за 70 лет, превратили в нищету, вогнали в нищету. И сейчас выступают прекрасные экономисты, наверху говорят, у нас последний год остался, когда мы вас можем еще кое-что вот так поддержать. Так что у нас осталось год последний. Поздравляю вас. Мы хотели бы, чтобы все вот наши разговоры, эти стихи, все эти переживания услышала наша молодежь. Тем людям, которые потом будут называться чеченцами, ингрышами. И тем людям, которые потом будут называться русскими, евреями, немцами. Нет разницы, как они будут называться. Это люди, которые должны жить в этой стране, в большом, сильном государстве. Если вы способны будете это государство создать, сохранить, довести его до ума. Сегодня и вчера я вижу, те люди, которые были во главе государства, не смогли нормально довести это государство. Сохранить великое, большое государство. Да, может быть, было что-то плохое, нехорошее. Но государство развалить много ума не надо. Создать государство, создать страну, создать дружную семью народов, которые готовы жить в этой стране. На своих землях жить не требует чужого. Это требует очень большого ума и терпения. Вам, молодежь, спасибо большое, что вы сюда пришли. Хотя нам нравится весь мир, хотя мы любим все страны, Ингушетия нам нравится больше. Ингушетию мы любим больше. Потому что Ингушетия не только наша любовь, не только наша вера, не только наша гордость. Она родина нашей речи, она отчизна нашей чести, она страна нашего народа, она кость нашей кости, она плоть нашей плоти, она кровь нашей крови. Более того, теперь она наша незаживающая рана. Горцы, в горах, где лед вершин звенит, звучат их голоса. И пашут не поля они, а пашут небеса. В упряжке облака у них и дымкой борозда, и солнце пахотую их руководит всегда. А ночью в борозды свои бросают горсти звезд. Скворец заводит песнь любви, напев красив и прост. Он нам являет лик весны, любовь и веру с ней. Кому те знаки не видны, тот мертвого мертвей. Спасибо, когда вы в этой ситуации делаете, что может. Мы, друзья Ахматовы, мы были то, что мы могли. Мы всегда рады и при первой возможности даем возможность нам здесь собраться. Всем спасибо большое. Все было безумно интересно и понятно, что это так все болит, что это может продолжаться сутками. Я думаю, что смысл того, что сегодня было, в том, чтобы действительно, как говорил Юрий Михайлович, как говорила Лена, как говорила права человека, тут если это выльется, хотя бы действительно в какое-то продолжение, вот уже был круглый стол, уже был вечер, чтобы было какая-то...